Консомольск, консомольск, всей душой мы в тебя влюблены. Консомольск, консомольск, это гордость и слава страны. Консомольск, консомольск, это гордость и слава страны. Лишь таежные сопки когда-то Здесь гремали по плечи в снегу Эхом стройки вспугнули ребята Тишину на речном берегу Комсомольск, Комсомольск Всей душой мы в тебя влюблены Комсомольск, Комсомольск Это гордость и слава страны Комсомольск, Комсомольск Амурская мозаики 25 14, 15 и 16 февраля Комсомольчане и гости города Вновь станут свидетелями прекрасного праздника Который им дарят организаторы и участники конкурса Звуки амурского вальса Ставшего визитной карточкой конкурса Каждый раз заставляют вспомнить на мгновение О тех временах, когда все только начиналось Начиналось с приезда сюда в Комсомольск Неожиданного приезда Сам он негодал Но так получилось, что он приехал в Комсомольск Из Хабаровска за Коватин Палчин Познакомился с Ускуцем Юрием Михайловичем Ну, разговорились Он для себя понял, что я, оказывается, специалист бального танца Я так понял, что помещение классное Бальных танцев тут не пахнет Вот А почему бы и так, и не застрять Появилась студия, которую потом назвали «Вдохновение» И через полгода состоялся первая мозаика Она была в практичке Только для выпускников этой студии Ну, для школы, то есть массовая школа была Проходила она в доме молодежи Вот первый конкурс был Приехали там пары, по-моему, только из Хабаровска От Марины Матвеевны Демина И выпускники студии «Вдохновение» Вот с этого начинался Первые конкурсы были вдвоем молодежи Назывались они «Зимняя мозаика» Вот, только где-то, не где-то, а конкретно в 1983 году Значит, по просьбе руководства города Привязали к местности, назвали «Амурской мозаикой» Начались первые конкурсы Ну, их сложно было назвать праздниками Такими, какими они стали по истечении многих лет Набрав сил, опыта, расправив свои крылья Но тогда это было очень трепетно И по-настоящему ново С 1983 года фестиваль стал проходить Во Дворце культуры судостроителей И по сей день дворец гостеприимно встречает Все танцевальные пары, желающие участвовать в «Амурской мозаике» Дворец культуры судостроителей Не случайно был выбран местом проведения фестивалей Здесь были сосредоточены основные творческие силы И созданы хорошие условия для развития бальных танцев в нашем городе Я полгода уже танцевала в Доме молодежи Там был такой Александр Осетров Он приехал из Благовещенска Сам занимался там, не знаю сколько, не помню, честно говоря Но вот заразил, наверное, чуть-чуть он А потом уже казаков Я, в принципе, несколько раз записывалась в танцы Но почему-то не проходила отборы Но еще в один раз набралась смелости Просто зашла в студию вдохновения Подошла к Василию Павловичу и сказала Возьмите меня в танцы Он на меня посмотрел и сказал Приходи За 25 лет, помимо клуба вдохновения Появилось еще несколько студий бального танца Воспитанники которых регулярно участвуют в конкурсе «Амурская мозаика» Это народная студия бального танца «Аквелон» Клубы «Аэлита», «Созвездие», «Эдельвейс» А также дуэт «Ника» и «Реверанс» Все они входят в Федерацию танцевального спорта «Комсомольско-на-Амуре» Президентом которой является Сергей Епифанович Иловой С 1997 года Федерация танцевального спорта «Комсомольско-на-Амуре» Является бессменным организатором «Амурской мозаики» Многие из тех, кто участвовал в проведении первых конкурсов Вошли в организационный комитет фестиваля В связи с тем, чем я занимаюсь при организации «Мозаики» Это фейерверк всех страстей Те страсти, которые разыгрываются и среди танцоров Это те страсти, которые разыгрываются среди судей Это все, так сказать, проходит на моих глазах И нам нужно как-то все это развести Сделать так, чтобы было как можно больше радости и счастья У наших танцоров, которые принимают участие Для меня «Амурская мозаика» — это праздник Праздник — это, конечно, работа перед мозаикой Но когда начинается сама мозаика, это праздник Наверное, как и 25 лет назад он был для меня праздником Так как я сама танцевала Так он и сейчас для меня остался праздником души Это вторая, наверное, моя жизнь Жизнь в мире танца, красоты, музыки В мире общения не только с нашими бальниками городскими Которые к нам приезжают гости И как администратор по размещению гостей Я стараюсь, чтобы все как бы были устроены хорошо Всем было уютно в нашем доме КОНЕЦ Амурская мозаика — это, естественно, праздник В общем-то, не только для нас и для всего города Я думаю, края, потому что он, в общем-то, выходит за рамки нашего города Собирает очень большое количество людей Это, конечно, то, что на протяжении многих лет Когда работаешь на Амурской мозаике То очень приятно опять встречаться с замечательными людьми Которыми сталкивался уже не раз Вот эта радость общения, работы Чтобы потом доставить удовольствие людям Я думаю, что это, наверное, очень самое главное Это часть моей жизни, это моя жизнь Это мое творчество И получаешь, как я сказал, большое удовлетворение от этой работы Амурская мозаика — это каждый год стихийное бедствие В общем-то Ну, а если серьезно, то это встреча гостей Это много эмоций Это радость Вот эта радость, прежде всего, что танцуют очень много людей Очень много деток И каждый год приходят новые Чем больше зрителей, тем больше родителей каждый год приводят к нам малышей Ну и самое главное, чтобы когда все начнется И когда можно будет уже чуть-чуть расслабиться Чтобы вот тогда не пришел гриб Потому что чаще всего он приходит как раз в феврале Да, вот этого нам не надо В совместном творчестве талантливых, трудолюбивых и удивительно терпеливых людей Рождается красочный праздник — Амурская мозаика Уже много лет подряд главным режиссером фестиваля является заслуженный работник культуры Директор Дворца культуры судостроителей Валентина Ефимовна Наймушина Каждый раз перед ней стоит задача придумать что-то новое Чтобы зритель сказал В этом году все намного лучше и красочно, чем в прошлом Мозаика всегда должна быть новой И никогда не терять своей поразительной красоты и неугасаемой энергии Меня обозвали главным режиссером этого праздника Я не знаю, гордиться этим или плакать Потому что, ну, наверное, здесь больше слез Слез, пота, ночных подметаний сцены Замены оформления за несколько часов до открытия праздника Волнение репетиций, переписывание текстов песен финальных В общем, всем кажется, это так легко и просто А на праздники собираются сотни участников Каждый со своим характером, капризами, звездностью И все это надо попробовать уметь сделать так Чтобы зритель этого не заметил Субтитры создавал DimaTorzok На протяжении многих лет С ростом профессионализма танцоров Каждый раз все выше и выше поднимался рейтинг амурской мозаики Если в первые годы своего существования 1978-1979 фестиваль проходил с участием Только танцевальных пар комсомольска на Амуре То же с 80-го в конкурсе участвовали пары Со всего Дальнего Востока И приглашенные пары западных регионов СССР Дальше больше С 1985 года фестиваль приобретает статус всесоюзного А затем международного Тогда о бальном танце, как о спорте, не говорили Все признавали, что это красиво, великолепно, но не более В настоящий момент искусство и спорт объединились в одно целое И теперь бальные танцы признаны одним из видов спорта Амурская мозаика – это целая эпоха За 25 лет она претерпела многочисленные изменения И в танцах, и в костюмах, и в музыке Сейчас пары делают такие танцевальные номера О которых раньше даже и не мечтали Амурская мозаика – это целая эпоха Амурская мозаика – это целая эпоха Люди, для которых Амурская мозаика стала второй жизнью Могут поделиться многочисленными историями, связанными с этим конкурсом И несмотря на то, какие всплывают в памяти моменты радостные или грустные О них всегда вспоминают с теплотой На сцене история обычная Юбка, которая остается на каком-то элементе оформления Каблук, который застрял в какой-то щелке, которую не успели заделать Или выпало дети, которые выскакивают после номера И начинают лихорадочно собирать все блестки Которые, тогда это было сумасшедшим дефицитом Все блестки, которые лежат на полу от самых именитых танцоров Это не сувениры, просто завтра это будет у них на платье Или когда ты весь финал стоишь в зале Тебя никто не видит, никто тебя не слышит Никакие операторы, никакие осветители И когда движется дело к финалу, и ты уже знаешь, что сейчас должны полететь шары Что-то там должно разбиться, что-то там должно упасть Что-то там должно загрохотать И ты понимаешь, что что-то делается не то Ты стучишь себя по всем местам Потом ты находишь синяки на себе Ты стучишь себя по всем местам По лбу, крутишь вокруг риска и показываешь оператору, звуковику, световику А они тебя не видят, они все в работе Они не замечают, что они совершили ошибку такую Которая тебе кажется ползом провала Зритель в восторге Он плачет и, так сказать, бессирует от удовольствия А ты вдыхаешь и слезы Боли, скорби и горя текут по твоим щекам Самое яркое впечатление это мозаика 83-го года Почему? Потому что приехало очень большое количество авторитетных судей и тренеров Которых мы не видели до той поры Мы были просто, ну в хорошем смысле, в шоке И считаю, что год был такой отправной И послужил толчком к развитию танцевания в городе Комсомольске Несколько лет назад я была приглашена в качестве судей в город Красноярск Тоже на крупные соревнования И в беседе с судьями я узнала от славянской пары Что они тоже наслышаны об амурской мозаике Правда, мне не удалось выяснить, каким образом и как Но для меня это было очень приятно В 88-м году, когда она была международной Кстати, она первая была по России международная мозаика То есть первый раз приехали в Комсомольске иностранные пары Иностранные судьи из Италии, Чехословакии, Венгрии, как сейчас помню Москва, Ленинград И судейство было для нас не как обычно Дальний Восток, Приморье, там где-то Сибирь А судьи высшей категории и только иностранцы И мы с моим партнером Геном Романов Вдруг встаем в финале, попадаем, становимся третьими Вот это настолько запомнилось вот этим ярким Это было, наверное, самым пиком таким для всех всего в городе И я помню именно те ощущения, когда в том году Весь город только на мозаику работал То есть на каждом углу Все танцоры, мы только мозаика То, что она основным праздником таким была для города И самым крупным таким турниром Это к нам приезжали гунь-кон Ну, одна из лучших пар в тех времен Ну и по нынешние времена, и по сегодняшний день У них был шуточный номер Я уж не помню почему, но на той мозаике я не участвовал То ли партнерша болела, уже сейчас не помню Я помогал звукооператору Тогда еще были большие бобины-магитофоны И я подносил, передавал, отматывал, перематывал У них был шуточный номер, они во фраках Что-то такое, как-то клоунада Самого номера, как бы, уже не помню Было все смешно, все здорово Все считали, что так и задумано Когда он должен был на животе проезжать через всю сцену И останавливаться перед самыми зрителями Он что-то не рассчитал, он нырнул с этой сцены Прямо к нам под магитофон Ну, удивительно, конечно, очень спортивно Он туда нырнул под стол Ни одного шнура не порвал Все осталось в норме Но Семушкин Викторович, тогда, помнится, седины у него точно прибавилось То есть все было на грани того, что просто могло остановиться Зрители были в восторге Семушкин сединой покрывался Необычная была ситуация Мы танцевали У Светланы был бирюзовый цветокостюм Бирюзовый цветоволосы И у меня были бирюзовый цветоволосы И ведущим был Александр Масляков И когда мы заняли с ней в латиноамериканской программе первое место Она вышла и сказала Вот так, уважаемые друзья Секрет первого места Волосы в бирюзовый цвет Волосы в бирюзовый цветокостюм Памятных моментов было очень много И первые конкурсы были памятные И особенно были памятные Когда мы смогли с 83-го, 84-го года Организовать большой приезд пар Из центральной части нашей страны Из Прибалтики приехали Приехали наши лучшие пары На тот момент Лучшие пары Советского Союза Это Станислав Попов, Людмила Попова Чеслова Сеюрата Новороша Это единственное, что на тот момент были пары международного класса Естественно, конечно На тот момент был Памятный метод приезда Александра Маслякова в качестве ведущего Ну это, можно сказать, такие конкурсы были Памятные для всего города С тех конкурсов началось такое повальное увеличение Бальным танцем И начал подниматься рейтинг амбургской мозаики КОНЕЦ 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 Амурскую мозаику любили всегда И каждый год ждут с нетерпением Ведь это не только спортивное соревнование Но и встреча старых добрых друзей На этом фестивале всегда царит теплая атмосфера Говорят, что такого зрителя, как в Комсомольске на Амуре Больше не найдешь И ни один танцор нигде не получает Таких аплодисментов, как в нашем городе Все это потому, что комсомольчане Могут оценить богатство движений Грациозных танцоров Их мастерство, профессионализм И можно сказать с уверенностью Что у мозаики впереди долгая жизнь Зритель не изменился Он, может быть, изменился, что он стал лучше То есть, когда мы уезжали У нас были прощальные концерты Вот у меня сегодня такое же было ощущение Когда я танцевал на первый Вышел номер Вот я почувствовал, когда я уезжал зрителя И вот сегодня на первом номере такой же зритель То есть, в Москве совсем другой зритель В Кузбассе другой зритель Потому что вот у нас в Кузбассе Мы зрителей раскачивали, ну, два года, наверное Здесь, то есть, этого не нужно делать Здесь зрители уже подготовлены Публика комсомольская Вот, может быть, даже хабаровская Она очень такая, отличающаяся от всех Удивительная публика Комсомольчане, мне кажется, самые такие Развитые люди в искусстве Настолько они влюблены в песни, в танцы Для нас любой конкурс – это праздник То есть, мы все равно, вы знаете, мы ждем этот праздник Каждый год И нам очень приятно, что он именно у нас в городе И нам очень приятно, что, как бы, все его дожидается И, как бы, знаете, как для детей Это какая-то мекка танцевание То есть, знаете, они могут через месяц встретиться и сказать Да ты знаешь, я на Амурском мозаике попал в полуфинал Ну, то есть, так вот А я танцевал в финале на Амурском мозаике То есть, это имя, это традиция Это какая-то история Не только бальных танцев у нас в городе Это даже, можно сказать, история города Самое главное, чтобы от ее проведения Всегда оставались только положительные эмоции У участников У всех участников У судей, у танцоров, у зрителей С каждым годом, как бы, наращивать свои мощи Приглашать больше пар Привлекать опытных арбитров И, конечно, чтобы она всегда была Перспектива должна быть одна у всех И у тех, кто проводит конкурс больного танца сейчас И кто будет проводить конкурс больного танца Амурском мозаике в будущем Чтобы она никогда не прекращалась Ну, улыбок больше, конечно, в жизни Потому что я не считаю, что это спорт Я считаю, что это красота В первую очередь, и танец Это один из самых таких старейших конкурсов у нас в стране Хотелось бы, чтобы он был действительно самым Самым, самым, самым Самой богатой историей Самыми богатыми традициями Чтобы наше дело продолжали Кто следующий, кто идет за нами Чтобы она просто никогда не умерла Чтобы она была вечно, как наш город Это был грандиозный праздник на 25 лет И чтобы через еще 25 лет Мы все вновь встретились И хотелось бы желать нашим танцорам Легкого паркета Водушевления И очень хочется, конечно, я не против того Что другие будут Ну, как бы Хорошие танцоры, хорошие пары Чтобы наши пары Блистали в честь нашего 25-летия Чтобы 25-я мужская мозаика была не последней Чтобы собрала также очень много опять своих друзей Гостей Чтобы праздник прошел Очень красиво, замечательно И оставила впечатление Массу впечатлений на целый год До следующего своего фестиваля Чтобы мы собрали такую-такую мужскую мозаику На которой присутствуют не только любители Но и профессионалы Всем хочу пожелать, прежде всего, здоровья И всем организаторам мозаики И всем участникам будущим Чтобы они пришли к празднику Все готовые, здоровые, веселые Чтобы успели все костюмы сшить И сказать за одно спасибо Всем-всем, кто эти долгие годы нам помогает Это все предприятия города Абсолютно все Пожелать хотелось бы, чтобы у нее были энтузиасты Энтузиасты и участники, которые могли бы участвовать То есть, чтобы было больше детей занималось Тогда будет больше участников И пожелать, чтобы у нее были поклонники Которые зрители, которые ходят нам из года в год Чтобы они остались дальше Также хочется пожелать, чтобы у нее остались те же спонсоры Добавились новые, которые у нас были из года в год Я думаю, что они добавятся в будущем, потому что без спонсоров у нас не проведешь конкурс. Это на сегодняшний день такая ситуация, что только благодаря спонсорам проходят эти мероприятия. И также пожелать хочется, чтобы в учредителях у нас оставались и администрация города, и особенно администрация края, теперь правительство края. Ну, во-первых, я желать особенно ничего не хочу, хотя бы потому, что 25 – это не возраст. Поэтому в этой ситуации нос-то кверху задирать имениннику нет смысла. Надо сделать все, чтобы в городе появился, вот там на нашем пустыре, пофантазируем, появился танцевальный зал с куполом из стекла, где бы, так сказать, человек поднимал голову, смотрел на этот купол, а на этом куполе, вот как звезды, светились имена первых танцоров, первых организаторов этого праздника, и чтобы там все было, ну, по-последнему. Ну, и пусть у нас не будет цирка, ну, цирк – это прерогатива больших городов. Вот пусть у нас будет огромный танцевальный зал, какого вообще нет на Дальнем Востоке. И чтобы наши дети, внуки, наши сегодняшние танцоры-сеньоры могли как лучшие почетные гости или как те люди, которые имеют право ходить туда бесплатно и заниматься в свое свободное время, а дети, чтобы учились, и чтобы, если это когда-то станет, по-настоящему станет видом спорта олимпийским, чтобы у них была такая возможность заниматься в идеальных высотах. 25 лет для фестиваля такого масштаба – это не возраст. Еще огромное количество идей должно воплотиться в жизнь. Танцы – это искусство, которое всегда будет поражать воображение людей. Каждый раз зритель, наблюдая красочное, феерическое зрелище, получает огромное удовольствие от созерцания пластичных, рациозных пар и готов смотреть на них часами. Амурская мозаика никогда не разочарует своих поклонников. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ